здравствуйте еще раз я нахожусь сейчас парке интернационалистов в санкт-петербурге во фрусовском районе зимой вот этот парк выглядит вот так вот вот так я уже поснимал много видеокадров еще раз покажу вот так он выглядит а дальше какие-то небоскребы такие высотки стоят новые сейчас вечер пол седьмого 14 число праздник день всех влюбленных и что там свой праздник день книг официальный праздник день книжных подарков что ли сегодня по телевизору видел что рассказать о нас как мы тут вообще ну сейчас пока время есть я гуляю из настроения вроде что-то поснимать в этом парке мало людей ходит и я решил вот так вот наедине на природе в парке по пообщаться поговорить какие итоги может и второй месяц санкт-петербурге я уже устроился на третье место работы первое место работы мне не понравилось второе место работы было такси где я попахал и мне тоже не понравилось и вот третье место работы также подбор автосервис подбор автоэмали что хочу сказать надежды есть что все таки это будет последнее место работы то есть я уже месяц получается отработал с графиком 3 через 3 жду зарплату надеюсь меня обрадует эта зарплата какой итог 2 месяца получается мы приехали сюда 14 декабря пол декабря живем весь инвар прожили и пол февраля уже прожили 2 месяца снимаем мы комнату не квартиру пока только денег хватило на комнату итог такой какую же сумму за эти два месяца мы потратили как какую сумму людям вообще желающим переехать в сан петербург именно надо рассчитывать вот мы вдвоем я и моя девушка мы потратили вместе на переезд на съем квартиры и на жизнь за эти два месяца мы уже потратили около 70 тысяч может быть даже не не 70 поменьше там 65 но учитывайте что мы сейчас живем в квартире в комнате который мы уже потратили за февраль и за март мы еще за март заплатили вперед в итоге что получается за эти два месяца мы вроде вроде бы нашли рабочие места трудимся уже с обильном графике рассчитываем на какую-то зарплату и вот ждем дальше что дальше с нами будет какую нам зарплату зарплатят сможем ли мы дальше здесь жить выживать и так далее ну какое впечатление еще от санкт-петербурга в общем уже в начале при поисках работы при вот этой к тюрьме когда переезжаешь это очень сложно это очень выматывает ты понимаешь это очень много денег пратишь а ты понимаешь когда когда ты уже месяц-полтора промучился вот так поиск работы что-то вроде находишь ты как-то вот я вот на данный момент уже немножко привыкать стала городу привыкать к обстановке и я у меня сейчас такое философское отношение к этому то есть я я планировал переехать пара планировала остаться и планирую дальше здесь быть но и и сейчас я жду результата вот я сейчас трос на работу судя по зарплате уже я буду судить дальше здесь мы сможем жить или нет но всем кто желает переехать сюда планируйте на двоих около чтобы запасом оставалось чтобы вы здесь не бедствовали не голодовали не не ограничивали сильно себя планируете около ста тысяч с собой брать на двоих то есть вот такая сумма такая для постраховки в принципе на сто тысяч вы можете здесь прожить ну да месяца два-три проживете три месяца точно даже не даже не работая не сильно шикрую конечно не будете здесь там хотите развлекаться ну идти кушать кататься жить снимите на комнату хватит на квартиру уже не наверно нет может может быть на квартиру на два месяца хватит на комнату на три месяца еще хочу сказать кто туда приезжает первый раз проезд ну продукты тут подороже чем в сибири немножко на 10 процентов и проезд тут достаточно дорогой сейчас еще подняли цену проезд был когда мы приехали 35 рублей сейчас в общественном транспорте наземным 40 рублей в метро сейчас 45 рублей проезд но те кто приезжает сразу много на проезд прячет и такой совет я хочу советовать вам не то и в метрополитене есть такие окошки где вам выдает жетон там там можно пополнять карту подорожник а карта подорожник сама берет там автоматы рядом с тебя пор самой станции метро там есть такие автоматы которые выдает эти карточки подорожник вот эту карту бьете покупать за 60 рублей в этом автомате подходит к окошку пополняете там через терминал можете даже стать в этом автомате пополнить эту карточку на какую-то сумму и вот этот подорожник вам карточка зелененькая такая ну как пластиковая карта она у меня свободно здесь могу показать достану ну как кредитная карта она выглядит наверно про пластиковая карта и эта карта позволяет вам немножко экономить на проезде а экономить как позволяет примерно 9 рублей сейчас я достану и покажу что-то прохладно становится ветер дует вот она такая карточка видно нет это подорожник просто автоматы стоят на 60 рублей платить и вам она выкидывается карта дается эта карта позволяет вам экономить от 9 рублей за проезд то есть если допустим в общественном транспорте у вас проезд стоит допустим за наличку вы платите 40 рублей то будете по этой карте там там такие есть терминалы участников этого нет участников тоже можно расплачивать с этой карты но частные автобусы берут полную полную стоимость с этой карты то есть 40 рублей а муниципальный транспорт там есть транспорт который все цифры короче а наземный транспорт который с припиской к то есть допустим пятьдесят шестой да вот автобус если я во грузинком район не курсирует есть к 56 допустим пятьдесят шестом автобусе наземный транспорт вы так эти карты будете расплачиваться со скидкой 9 рублей то есть вы не будете платить не 40 рублей а 31 рубль но в то же время к 56 заплатите по этой же карте полные 40 рублей также в метрополитене скидка на проезд то есть вы не 45 рублей будете платить а 36 рублей за проезд метро этой карты советую вам купить и вы просто следите за балансом за балансом следить тоже в принципе легко в метрополитене такой терминал который которым прислоняешь и терминал показывает какая сумма какой баланс на этой карте находится либо можно в окошечке где жетоны выдают туда подойти спросить вот такой терминал 32 рубля вот этих вот аппаратов по поводу работы по поводу работы надо искать постоянно то есть чтобы найти работу вот я за два месяца очень много на разные собеседования ходил и нашел третье место работы куда я устроился я уже работаю месяц но чтобы найти эту работу я достаточно много перерыл достаточно много очень много денег потратил на проезд и если бы я изначально знал про эту карточку по дорожник я бы сэкономил может быть может 500 рублей бы на проезд сэкономил сколько я раз ездил за день помню по собеседованиям по разным вот по счет насчет работы ищите ищите работу на сайтах на авито на аж аж точка ру ищите работу просто рядом часто с метрополитеном есть киоски газетные киоски в которых продаются газеты работа все там там журнала там два журнала или три продаются по работе очень много там вакансий что еще по работе ну если устраиваетесь куда то какая то сомнительная организация где никаких документов с вас не требуется ли вы не видите никаких документов если вы работаете так есть такие организации которые могут вас поиспользовать а потом не заплатить то есть если видите что сомнительная организация лучше договариваться о такой форме оплаты как ежедневная или еженедельная поэтому так перестраховывайте чтобы не работать бесплатно насчет цен насчет цену магазинах что сказать ну цены я сказал 10 процентов плюсом от сибирских примеров вот так я в сибири в каком в каком районе допустим в прокопьевске селезного кузнецка там подешевле на 10 процентов продукты цены если хлеб у нас стоит примерно 19 рублей средняя цена 19 20 рублей здесь 30 40 рублей хлеб стоит допустим хотя есть магазинчики где можно за 15 рублей что еще по поводу движения движение тут в санкт-петербурге такое активное и транспорт ходит практически до часу ночи на на землю метро тоже примерно да это же время до 12 часов может быть покатался по санкт-петербургу на на такси то есть качестве водителя по работе рука начинает мерзнуть в качестве водителя и я вам что скажу ребят не бойтесь вообще движение здесь помощь если у кто на машине хочет приехать покататься по питеру в принципе ничего страшного нет вам в помощь яндекс карты google навигатор яндекс навигатор забиваете едете все показано все знаки тут все так четко движение организовано что в принципе не заблудитесь и даже без такого большого опыта в больших городах я смог 4 дня отработать полноценно на такси я полностью ездил весь город без всяких нарушений без всяких ситуаций там дорожных ничто ничего такого не было таких ситуаций как экстремальных там что-то там не вписался куда-то никуда не завернул яндекс очень хорошо помогает гуглом просто первый день немножко страшновато все равно в большом городе а потом привыкните вот и я в первый день отъездил несколько часов 5 6 отъезд потом второй день еще до 10 12 часов 3 еще больше от целый целый день по городу мотался в принципе и ночью и днем и в активное движение ночью поменьше ночью конечно после 12 часов уже поменьше машин становится вот и легче конечно двигаться комфортнее то есть никто не мешает ну и днем тут же я активно ездил в принципе поток в потоке двигаешься все нормально будет немножко осторожнее под зеркалом и по сторонам чаще глядим все нет обликации что еще хочу сказать сейчас руку поменяю другая рука замерзла районы районов из районов что-то в принципе любой район подойдет для жизни вот мы сейчас находимся и живем в окружном районе и я хочу сказать что я сначала боялся немножко что далековато от центра что там плохо будет работа найти сложно сложно будет добираться но сейчас понял что в принципе даже в этом районе он не такой центральный он немножко южнее центра находится и я в принципе я могу доехать с этого района на одном транспорте до центра даже вот наша квартира находится от метро далековато мы пешком как бы не доходим не ходим на метро на метро доезжаем на автобусе но даже на автобусе я могу сесть от своего дома и доехать куда мне надо то есть тут очень транспорт в плане того что ну на общественном транспорте можно добраться в любое место и до поздна и суды с самого утра в общем мы с этим проблем не бывает просто платить и ездите погода прохладненькая цене утра солнце было днем солнце сейчас солнце спряталась немножко холодно стало ну ладно до скорой встречи буду на связи буду рассказывать о дальнейшем нашем опыте переезда в санкт-петербург счастливо ну в общем пока пока